Арт-проект проводит в Музее истории Могилёва при патрымсах городских уладов. Сами мастаки называют его симпозиумом. Это когда творческие особи сбираются разом, как працывать в одной просторе. Тема всё-таки Могилёв. Это впечатление от города. Это не обязательно какие-то городские пейзажи. Это просто первое впечатление, наверное, от города, потому что приехавшие художники, многие из них первый раз в Могилёве. Картины мастаков, сделанные в межах проекта, можно будет побачить на выниковой выставе. И после этого они останутся в коллекции Музея истории Могилёва. Нам конкретно это, конечно, интересно, тем, что мастаки формируют некий свой властный мастацкий образ Могилёва, нечеканный образ нередко. И эти творы остаются потом в наших фондах, они подорваны городу. Уражение от города складается вот с таких пригожих дробязев. Бо мастаки зусим не обовязково будут переносить на холсты городские пейзажи. И они будут адлюстровывать свои эмоции. Так что это будет мой субъективный погляд на ваш город. Вельми пригожий, вельми зелёный, вельми широкий. Но первое уражение – это некая панорама. Мы стоим тут на этой пляце и бачим эту пригожую панораму. Такую весново-летнюю. Я думаю, всё будет доброе. Летось отбылся первый подобный арт-проект под девизом «Могилёва, чамися броу», в котором брали в дел мастаки «Девяти краи». На открытии сё летней творчей сустречи можно было поглядеть их работы, яке теперь у коллекции музея города. Отрымались ли вельми розные погляды на Могилёв и могилёвцев, яркие, пригожие, незвычайные. Верагодно, что так будет и гэтым разом. Очень бы хотелось, чтобы это были тёплые, радостные, счастливые такие чувства, которые они испытают от встречи. Прежде всего, от новых знакомств и впечатлений о нашем городе. Мы любим свой Могилёв, мы стараемся сделать его красивым. Вы видите, сколько сегодня строек, новостроек. В общем-то, весь город бурлит, готовится к празднику, готовится к форуму. Приемно, что у год малой родимы на арт-проекте будут працывать и уродженцы Могилёва. В принципе, он такой же остался, чуть-чуть, может, стал лащённый, блестящий, чистый и какой-то такой солнечный. Но, по сути, он остался тем же городом на Днепре, как в моём детстве, почти. Мастаки будут работать в выставочной зале, и на пленеры, однако, будет и иншая, другая частка проекта. Это мостатский распис стянет на госбудынков на улице Першамайской. До працы мостачка Вера Юркова меркует приступить ближайшими днями. Снежана Крыжевич, Илона Иванова, Миколай Соболеву. Новины региона. Новина региона.